Куда едем? Карбышево 60А. Амир Мамин – профессиональный спасатель. Следит за безопасностью на воде. После ночной смены снова помогает людям. Только на суше. На своей машине развозит продукты пожилым на самоизоляции. Волонтер он начинающий, но, говорит, в сложное время не жаль ни машину, ни бензин. Это надо сердцем прочувствовать, что ты полезен другим людям. Наверное, вот этот аспект – самый сильный мотиватор. Он гораздо сильнее материальной мотивации. Заявки от пожилых разные, автоволонтеры выполнят любую. Доедут и до определенной аптеки, и в магазин не тот, что поближе, а тот, который нужен. Безопасность для пожилых главная у волонтеров. Перед выездом измерения температуры – после всегда маски, перчатки, обработка антисептиком. Большое спасибо за терпение, за заботу о нас. Очень приятно. На одну такую заявку уходит до полутора часов времени. А заказов у волонтеров день как минимум пять. Получается полноценный рабочий день. Но такой график не пугает волонтеров. Только в Казани добровольцев на машине больше сорока. По республике – около ста. Предприниматель Руслан Аглиев приезжает помочь пенсионерам специально из Арска. Я решил вот так, как будто я вышел на месяц в отпуск. Вышел в отпуск, просто от дома сидеть, заниматься своим делом я не хочу. До этого мы все это делали уже на такси. Когда у нас появились замечательные люди в виде волонтеров на автомобиле, стало все гораздо удобнее и легче. Потому что мы понимали, что в этой машине можно оставить продукты, зайти в аптеку взять, еще можно зайти, получается, уже в больницу взять рецепт. Сегодня продукты и лекарства из Казани пожилым привозят даже в Зеленодольск, Высокую Гору и Арск. Кстати, автоволонтеры после смен довезут до дома и врачей. Вероника Гойнудзинова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube канале ТНВ. Подписывайтесь.